Добрый вечер, мои маленькие любители видеомонтажа. Сегодня я хотел бы поговорить о цветовых пространствах, о настройках Screen Capture Recorder и о той команде FMPEG для захвата экрана, на которой я остановился на текущий момент. Для начала давайте поговорим о настройках Screen Capture Recorder. Итак, после того, как вы скачали Screen Capture Recorder и установили его, неплохо было бы настроить. Для настроек Screen Capture Recorder существует специальный файл настроек, либо Screen Capture Recorder можно настроить с помощью реестра Windows. По файлу настроек я не нашел никакой документации, поэтому я буду использовать реестр Windows. Для начала можно зайти в справку Help, которая находится в папке, где вы установили Screen Capture Recorder. По умолчанию это Programs Files X86. И в справке Help будет ссылка на данную страничку. Все ссылки я, конечно, оставлю в описании. На данной страничке, в девятой строке Settings, указаны все значения, с помощью которых мы можем сконфигурировать Screen Capture Recorder. Для меня самое важное здесь это фреймрейт, так как по умолчанию Screen Capture Recorder стоит 30 FPS. И если мы хотим захватывать с помощью 60 FPS, нам придется изменить это значение. Также для меня здесь важна настройка Capture Mouse Default 1, что означает, что Screen Capture Recorder по умолчанию будет захватывать мышь. Я эту опцию у себя отключаю. Для этого нужно перейти в реестр Windows с помощью команды RecEdit. Далее мы переходим HK Current User SoftWare Screen Capture Recorder. После установки у вас должен появиться данный раздел. Если раздел по каким-то причинам не появился, попробуйте перезагрузить компьютер после установки. Если даже после установки данный раздел не появился, его нужно создать. И далее с помощью параметра D-World мы создаем следующее значение. Capture Mouse Default 1 и присваиваем ему значение 0 Disable Aero присваиваем значение 1 и Default Max FPS можем присваивать значение 60 или 30. Я присваиваю 30 просто потому, что у меня слабый компьютер и захватываю видео я с помощью центрального процессора. Далее нам нужно разобраться, какими опциями обладает Screen Capture Recorder. Для этого мы вводим команду fmpeg fdshow listoptions true iVideoScreenCaptureRecorder директ-шоу нам покажет, что данный видеофильтр может захватывать экран используя следующие цветовые пространства. Это BGR0 BGR24 RGB555 RGB8 YQV420 PLANAR На самом деле все цветовые пространства здесь PLANAR. Но, как вы заметили, цветовых пространств бывает достаточно много. Это YQV SMYK и RGB и YCB и CR и запутаться здесь не мудрено. Более того, те софтерные инженеры, которые занимаются оцифровкой цвета, мне кажется, имели такую задачу запутать пользователя. потому, что без справочника разобраться в том, сколько бит или глубина цвета обладает то или иное пространство, попросту невозможно. И что из этих пространств будет для нас оптимальным, какое цветовое пространство является самым лучшим, без справочника разобраться невозможно. Более того, нам нужно сделать шаг назад и понять, какое цветовое пространство сможет отобразить наш монитор. В моем случае у меня не очень дорогой монитор и цветовой профиль в нем установлен sRGB. sRGB приблизительно соответствует 40% тех цветов, которые может видеть человеческий глаз. То есть, совсем немного. Вот так выглядят некоторые стандарты цвета внутри цветового пространства RGB. Белый треугольник это sRGB, а красный самый большой по охвату это новейший стандарт цвета REC 2020. Соответственно, когда мы хотим сделать идеальный захват экрана, у нас все должно быть настроено идеально. Цветовое пространство должно быть именно такое, которое может отобразить наш монитор. И цветовой охват sRGB с очень большой точностью соответствует цветовому охвату REC 709, он же BT 709. Запомним, нам это пригодится в дальнейшем. Соответственно, не имеет смысла использовать цветовой охват, который будет меньше sRGB, который может отобразить наш монитор, или больше. Далее, нам понадобится справочник. Итак, Screen Capture рекорда отображает BGR 0, BGR 24, RGB 8, YQE 420P, и нам нужно понять глубину цвета, оно же BitDev. RGB 24, который интуитивно кажется самым лучшим, самым большой глубиной цвета, на самом деле обладает скажем так, стандартной или самой маленькой глубиной цвета. Это 8 бит на канал цвета. То есть, RGB 24 означает, что мы на канал красного цвета отводится 8 бит, на канал зеленого цвета отводится 8 бит, и на канал синего цвета относятся 8 бит, 3 на 8, 24. Соответственно, RGB 8 будет отображать еще меньше цветов, и RGB 555 Little Indian будет отображать еще меньше цветов, так как там отводится всего лишь 5 бит на канал цвета. Соответственно, мы по справочнику нашли, что BGR 0 обладает наибольшей глубиной цвета 16 бит как между собой различаются 16 и 8 бит. Ну, приблизительно вот так, как вы видите сейчас на картинке. после того, как мы разобрались, что монитор наш отображает цвета в цветовом охвате sRGB, который с очень большой точностью соответствует стандарту BT709, разобрались, какая глубина цвета самая лучшая в Screen Capture Recorder, мы уже можем приступить, используя эти знания, к захвату экрана. В данном случае я остановился на lossless захвате экрана, то есть lossless видео и lossless аудио. Команда выглядит следующим образом, как вы видите сейчас на экране. Pixel формат входной мы указываем BGR 0, Color Range у нас PC's, что означает 0,255 в качестве входа Screen Capture Recorder. Buffer Size я указал максимальный, так как в данном случае у меня захват идет в реал тайме и если процессор не будет успевать в реал тайме захватывать экран, то нужно либо уменьшить настройки например можем понизить глубину цвета либо понизить фреймрейт далее у меня идет новая настройка которую добавили в fmpeg 6.0 это GUIS Layout Max 0 Channel Layout я указал стерео как это было в fmpeg 5.0 и в качестве входа аудио я использую также Screen Capture Recorder в данном случае он называется Virtual Audio Capture и фильтр комплекс теперь начинается самое интересное где мы будем использовать полученные данные о цветовых пространствах и так фильтр комплекс 0.0 означает первый видео поток Scale нужно указывать обязательно даже если не происходит реального Scale например Scale видео с 2К в HD значит InColorMax это цветовая матрица цветовая матрица это некоторая математическая функция которая преобразует цветовые пространства в данном случае в опции InColor Matrix в документации нет sRGB но как мы узнали цветовой охват sRGB практически полностью соответствует цветовому охвату стандарта BT709 он же Rec709 поэтому мы его указываем OutColor Matrix также у нас будет BT709 InRange у нас PC так как я захватываю с компьютера и хочу иметь полный цветовой диапазон и OutRange также будет полный цветовой диапазон то есть PC далее у нас идет некоторый флаг матрицы SVS Color я хочу чтобы цветовые пиксели преобразовывались как BitExact то есть без всякого дополнительного преобразования здесь есть один тонкий момент которых очень много в fmpeg и которые очень сложно найти даже в документации например в данном случае у нас входной формат пикселей BGR 0 выходной формат пикселей также будет BGR 0 но в случае если кто-то использует цветовые пиксели YQV 4.2.0 то в матрице SVS Color то есть Flux нам нужно будет указать еще параметр Accurate Round согласно документации в том случае когда входные пиксели у нас BGR а у нас BGR и выходные пиксели у нас YQV 4.2.0 планар нужно указать флаг Accurate Round в моем случае я это не указываю потому что выходные пиксели у меня BGR 0 далее после того как мы указали необходимые параметры для Scale и для SVS Color идут стандартные настройки настройки мэппинга видеокодека в данном случае я использую Lebex 264 RGB потому что он мне ну просто он мне понравился больше всех остальных презет я использую UltraFast TuneFilm CRF 17 фреймрейт выходной также 30 IDR фреймы они же кеймфреймы у меня располагаются каждую секунду потому что на этапе монтажа мне легче разрезать видео по секундной Copy TS Start Add Zero дальше мы указываем некоторые параметры это метадата она согласно документации не влияет хотя на самом деле влияет но условно будем считать что это метадата это Color Range PC Color Transfer Characters BT709 я не уверен нужно ли это использовать так как у нас не идет перекодирование видео из одного цветового пространства в другое но на всякий случай я эту настройку указал Color Primaris у нас BT709 Color Space RGB муксер матрешка и используя данные настройки подчеркиваю для своих целей и со своим железом потому что если у вас железо другое и другие цветовые пространства то конечно мою команду вы использовать не сможете вы получите неправильные цвета поэтому данное видео не является руководством к действию а является некоторым шаблоном и некоторые тонкие моменты на которые следует обратить внимание используя данную команду на мой вкус это лучшее что я смог выдумать за эти годы использования fmpeg и уже после проигрывания в плеере я не могу отличить играется ли у меня видео или я просто смотрю какую-то игру надеюсь видео было для вас полезным увидимся видео